Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. К нам приехал день открытых и дверей, который мы сегодня будем рассматривать в очередной раз, но так как каждый год добавляется что-то новое, это будет очень интересно. Так что уседлайте своих коней и поехали! Окей, начнем с того, что большая радость для выездковых клубов, которые именно обожают выездку, то это вот этот плац для выступлений. Просто те, кто его не видел, ребята, я думаю, вы испытываете такой же восторг, как и я, учитывая еще то, что именно на плацу играет официальная классическая музыка, которая просто подходит шикарно для всяких мероприятий. Я бы хотела, если честно, чтобы этот плац, может быть, не в таком красивом виде, но был бы здесь постоянно, потому что сам загон по себе пустой, а вот плац все-таки шикарен. Сегодня нам добавили три гонки, новую одежду, опять же, контакты на зоопарк, но самое большое событие – это приезд шикарных лошадей. Как вы знаете, если вы смотрели все мои предыдущие видео со дня открытых дверей, у меня есть абсолютно все лошади с этого мероприятия. У меня есть два лозитана, три лепецана, один андаус, но сегодня приехало то, ради чего я ждала этот день открытых дверей больше, чем остальные – это новый арабчик. И, разумеется, я его покупаю, поэтому видео и называется «Обновление плюс покупка арабской». Вы просто посмотрите, какой он классный, посмотрите на эту масть. Он мне напоминает почему-то, правда, акулку или дельфинчика, наверное, дельфинчика, у него тоже такая узкая мордочка и приятный окрас. Давайте мы же купим этого красавчика, потому что я не могу, я очень сильно переживала именно за него, да и не только я. Я думаю, если вы следили за спойлерами и за всеми новостями по Старстейбл, вы знали, что этого араба нам просто предсказывали как NPC-шного араба, как магического, кто-то думал, потому что ему нельзя было в файлах игры менять гриву. Но я сидела, надеялась и верила, что этот араб не сдадится и все-таки окажется для продажи. И я не ошиблась. Как бы тебя назвать? Аквамариновый, аккуратно. Акулий! Первая лошадь акулий, которая будет. А дельфин какой-нибудь? Дельфия? Нету? Что-нибудь такое вот. Алмаз, ангел, анимона, арабеска, арфа, акулий, акулий, бант. А дельфин есть, интересно? Я никогда не замечала, есть тут имя дельфинчик? Ну или что-то такое морское. Г, Г, Д. Диадема, Дива, Диковинка, Диско, Доллар, Домодеско, Дракон, Драма, Дреяда, Друг, Дружок, Друг, Дуженька, Дынька! Даже Дынька есть, дельфина нету. Жалко же. Ой, как же... О, жарптица даже есть. Акулий, акулий, железяка. Нет. Желтинка, Живинка, Жрица, Жужелиц, Жужелиц, Забава, Забияка, Закрад. Только имен, и нету тех, которых хочется. Акулий, Зверушка, боже мой. Акулий, Зебра, Зеленушка, Земляника, Златоглазка, Змейка, Золото, Зомби, Зона и... Зона! Просто назвать коня Зоной можно было бы. Да как тебя назвать? Действительно, я не знаю. Кавера, Календула, Камелия, Капля, Карамель, Клевер, Клубничка, Клякса, Книголюбка, Лошадь с именем Книголюбка, Княжина, Кобылица, Кобылка, К... Ой-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я Ну, давайте пока что танцор я выберем А что это еще? Туман Туча Народ, ну вот пожалуйста Ну вот и как мне выбирать коня, если я даже коня не вижу Я понимаю вставать в коня и проверять, как вы на нем смотритесь Когда народу поменьше, я не знаю Все-таки, ну вот как, вот не на него смотреть И зачем вставать вплотную? Ну, и я в принципе тоже мощью ему слегка закрыла, извините меня за это Так, а что если хрустальный какой-нибудь? Та-та-та-та-та-та-та А хрустальный нету! Хрустальный нету, кошмар! Морской Вот как называть лошади? Вот сделали бы проще Я не знаю, ну действительно Просто выбираешь первое начало слова Выбираешь ему окончание И вот второе ими выбираешь Почему нету три ячеечки? И вот как мне с этим жить? Метистая, арахис, арктический Бледная В смысле, бледная Я бледную не выбирала Экстра Шаловливая, чудная, чистая Чёрная, хрустальная Ну, хрустальный Туман, может быть, я назвать всё-таки Акация у меня есть уже Алмаз, хрустальный алмаз Нет Хрустальный туман Так, где тут туман? Только что был Туман Вот, ты у нас будешь хрустальным туманом И не важно, что хрустальная Ребят, я страдаю от окончаний Я хочу значения Итак Боже, я не верю, что его добавили на продажу Аааа Ааа, я надеюсь Я вообще в восторге Я поздравляю всех тех, кто сегодня тоже Купил себе эту лошадку А если вы её ещё не купили Я надеюсь, у вас и будет возможность Накопить у неё ИСКА И купить её Я просто безумно рада за всех тех Кто так долго ждали этого араба Так, ну давайте же мы посмотрим Что же тут ещё добавилось Ну, тут сюжетные задания Проходить я их не буду Потому что, насколько я помню Каждый год эти задания абсолютно одинаковые Они не меняются И не хочу, не буду Не хочу, не буду Вы можете пройти по подсказочке Посмотреть мои старые видео Про прохождение Данного мероприятия Там вот каждый год Чуть-чуть добавлялось что-то Но задания, по-моему, не менялись Также нам добавили Чего? Чего? Хью Я думала, он тут как ветеринар Ну ладно, поговорю с Хью Для быстрого ежедневного осмотра Ну давай Глазастая мышка в отличном состоянии Прекрасное животное Должно быть, ты гордишься Что у тебя есть такая лошадка Заходи завтра Если другой твоей лошадке Понадобится осмотр Благодаря раньше спасения Я могу бесплатно Осмотреть одну твою лошадь в день Во время дня открытых деревьев Ааа, смотрите Значит, ежедневно Когда вы подходите к Хью Вы можете бесплатно Улучшить Завершить уход за лошадью Бесплатно В честь дня открытых дверей Одну лошадь в день О, спасибо У меня, конечно, сено есть Было У меня с этим проблем нет Да, теперь у нас тут еще Лусьяна постоянно тусуется Но это с прошлых обновлений С прошлого Так, давайте посмотрим Мне интересно, что добавили в магазинчик Нам показали, что будет два комплекта Аааа Два комплекта барокко Хьюстон у нас проблемы Старые комплекты мне не нравятся Эти я даже покупать не буду Зачем у меня есть черный, белый, коричневый Эти я цветные покупать не буду Седла А я седла Нет, седла такие тоже Фу-фу-фу Сапоги старые модельки Нагавки я такие не ношу Точнее бинты Эти я зачем-то купила Не знаю зачем Так, давай-ка выше, выше А вот эти я нагавки не покупала Ну потому что комплект мне не особо понравился Как видите, я даже седла не покупала Жакеты я такие не ношу У меня, по-моему, есть один Но я не знаю, здесь он куплен или не здесь А что это? Сидельная сумка Где ты? Да, и сейчас очень часто начали пропадать модельки Вот с магазинов И у кого, если есть белки из фергрови И они у вас тоже поломанные Я сочувствую вам так же, как и себе Так, у нас есть седла Конкурные Жалко, что конкурные Причем два И Что? Что? Подождите Ну-ка, дай-ка седла посмотреть Не, ну они не выездковые Они на арабе же просто так смотрятся сплюснутые Или нет? А у меня с собой седел Тут других нету Просто я вначале подумала, что А почему они такие плоские? Или это у меня глюки? Или на арабе все так конкурные седла смотрятся? Потому что я как-то засомневалась Ай, ну что мне делать с амуницией-то? А у меня просто предостаточно такой амуниции? Ну, даже не знаю О, я, наверное, куплю себе А есть смысл мне покупать цилиндр? Интересно Ну, вообще, вот черный комплект Классный И если бы у меня была бы возможность Я бы, наверное, купила его почти целиком своей Элизабет, своей вампирши, и он на ней бы смотрелся, я думаю, шикарно. Ой. Ну, знаете, как, в принципе, как и в прошлом обновлении, я скажу, что я подумаю над покупкой одежды с этого обновления. Всё, дело у меня, в принципе, туча тучей. Ну, не знаю. Просто это не чёрное седло. Оно как бы тёмно-серое. Такого у меня нет. Или было. Ну, я имею в виду по цветовой гамме. К сожалению, я сейчас не могу съездить посмотреть. А здесь я не люблю сочетание чёрного с золотым. А тут именно такое сочетание. Ну, а так, в принципе, комплекты классные. Те, кто обожает, мне кажется, венецианский такой стиль, стиль 19... Какого века? Ну, всех вот этих вот одёж при дворе, во времена Петра Первого, когда все начали носить пироги, и всё такое всё-таки красиво, и с мошерочками. Вот. Когда все начали брить бороды. Я думаю, вам понравится, и вы оцените этот комплект. Давайте смотреть дальше. Что ещё у нас есть, кроме заданий? Ну, здесь это было на постоянстве. Так. Если мы сейчас начнём выполнять цепочку заданий у конюха, который здесь находится, то мы тут откроем три гонки. Также есть место для пикника и контактный зоопарк. Раньше контактный зоопарк было единственное место, где можно посюсюкаться с этими, со всеми милыми животными. И да, тут ослики, коровки, хрюшка, овечка, курочка, лисичка, жеребёнок цвета, спирт, да. Котик. Ай, я нечаянно, я не хотела слезать. И также здесь вот эта совушка, которую я гладила в прошлом году и мечтала о том, чтобы её добавили. И в итоге она действительно у меня есть. Ути, боди мой, лисёнок, кривая анимация. А все что-то издают. И в общем, если вы не знаете, то вот эту сову добавили, но вы не можете её купить. Вы могли её получить за выполнение акции «Пригласи друга». И друга надо было докачать до 10 уровня, чтобы получить эту совушку. Да. Я смогла это сделать. Правда, не друга, а саму себя. Прошу создать ещё один аккаунт. Но ничего страшного, аккаунт зато сейчас процветает. Девчонка там крутая, у неё всё хорошо. И в будущем вы увидите видео об этом персонаже, о Кассандре Файршилд. Я не помню, Файршилд, по-моему. Вот, так что на этом обновлении всё. Спасибо, что посмотрели это видео. На следующей неделе, кстати, у нас же будет возвращение скачек конкурных Линды. И они будут, насколько я помню, снова проходить в Морланде, как и в прошлом году. А там, глядишь, недалеко и до обновления Манежа. Я думаю, всем это очень интересно, особенно моему клубу. Мы вообще сидим в полном затишье, вдохнув и не дыша, потому что в августе у нас намечаются клубные соревнования с денежным призом, а нам тут грозятся в августе изменить Манеж. И мы сидим и боимся, что же будет, насколько сильно его изменит. И как мы переживём за несколько недель до, я не знаю, до соревнований с денежным призом изменение, допустим, кардинально Манежа. Согласитесь, ребята, такого проблемы, особенно с вальтами и с серпантинами, это... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, залагало. Это... Да что такое? Стой! Это очень-очень тяжело и страшно. Ой, слушайте, давайте я... Как видите, Старстейбл решил выкинуть меня из игры, просто заглючив, а потом выкинув. На обновлении всё, но давайте же вернёмся и посмотрим моего нового араба. Так-так-так-так-так-так. Место, место свободное, специальное для него уже занято. И я вижу... Стоп, почему я не вижу? А где? А-а-а! Я забыла, что я сюда поставила мустанга. Кищ! Кищ! Где моя прелесть? Где... Вот и моя... Ва-а-а! Ребята у меня официально выполнена вообще почти покупка всей породы. Я в шоке, насколько сильно всё-таки мне здесь нравятся арабы. Прям кошмар. Почему всех люблю, всех лею, прямо люблю всех, всех, всех и каждого. Жалко, что имён-то может быть не всех помним. Но, обстоятельства покупки. И как я качала каждого из них, я прекрасно помню. Здравствуй, мой хрустальный туман. Какой же ты красивый. Какой ты умор, ребята. Это просто миловидно. Мило-мило. Такой лапочка. Неужели я сижу на тебе? Ребята, супер. Кстати, а в глобальном магазине есть то, что в барокко? Нет. В глобальном магазине то, что у нас добавлено с барокко, у нас к сожалению, нет. Но это, в принципе, как всегда, ничего удивительного. Вау, какой ты классный. Так, значит, как раз я посмотрю амуницию. Да, действительно, у меня есть вот такое седло и вот такое седло. Но это прям черное-черное. А это все-таки тоже черное. А вот то седло, которое на дне открытых дверей, оно более серое. Но сейчас это не важно, потому что хочу я его одеть в комплект. Где комплекты? Я потерялась. А, они вольтраба были. Ох, какой ты прям... Аааа. Прямо... Ооо, хороший какой. Так, ну, как бы тебе... Давай мы оденем тебя так. Так. Ииии... И вот так. Да. Ооо, какой ты красивый. Какой ты классный. Теперь я официально соглашаюсь с тем, что наши персонажи уже давно стали неровней новым коням. Насколько отстает анимация и моделька по сравнению с лошадьми. И я не представляю, что разработчики так долго тянут с обновлением наших персонажей. Да, я понимаю, что это было недавно. Хотя, погодите, по-моему, последнее обновление наших персонажей было уже почти как три года назад. Или два. Ну, нет, по-моему, уже три. И тем не менее, я задаюсь вопросом, что действительно пора бы уже обновить наших персонажей, чтобы мы смогли нормально сидеть в седле, нормально гладить и кормить наших лошадок. Нормально с ними взаимодействовать. Но вместо этого разработчики постоянно добавляют все больше и больше пород лошадей. И я пойму, если они наравне с этим еще и обновляют и добавляют как бы анимации к невыпущенной модельке новой персонажа, что вот она есть, они над ней работают. И каждый раз, добавляя новую лошадь, они добавляют новую анимацию, связанную с персонажем. Но если они этого не делают, то представьте, какой объем работы будет их ждать, когда они захотят обновить персонажей. Они будут делать, мне кажется, это полгода, чтобы на каждую породу добавить свою анимацию. У нас за полгода, я не знаю, сколько пород уже добавилось, а ведь впереди еще много времени и больше новых пород, обновленных пород. Ну, в общем, просто новых лошадей. И я не представляю, как они это будут делать, но согласитесь, персонаж уже требует обновления, чтобы, я так думаю, мы выглядели как-то вот так вот, но я надеюсь, что лучше. Но я имею в виду, что тело, тело и текстуры, и анимация. Так, ну, а тем временем я доехала до парикмахера, и давай мы посмотрим, что же тебе можно сделать. Хи, так восьминичное, не могу. Так, шишечки. Ой, ну слушай, такая шея, такая прорисовочка шерсти, блеска, ты прям шикарен. Хм, можете из шишки действительно сделать. Насколько я помню, у меня, да, у меня у одного только, у гнидого араба, есть шишки. Ну, такая вот причесочка есть, и вот такая вот причесочка есть. Эти прически я, по-моему, делала своим девчонкам, Своим бежевым и саловым арабом. А тебе я не знаю. Может, тебе пока так оставить? Хм. Сложно-то как. Ты такой классный, такой спортивный. Прям, можете здесь шишки сделать. Хвост у тебя же не меняется. Слушайте, я ему сделаю шишки. Добро пожаловать, второй араб, в мою конюшню, у которого... Какая шея. Ребята, это просто мурашки. У меня мурашки аж пошли по телу. Насколько волшебно. Ладно, ну хорошо. Насколько восхитительно. Насколько спортивно. И вот это спортивно-эстетически выглядит данный конь. И насколько хорошо с ним сочетаются оттенки синего. Ну, потому что у него глаза голубые. У него оттенок серого масти такая. Он даже не враной, он темно-серый. И сочетанием с белым просто какие классные можно комплекты с ним собрать. Так что, ребята, я надеюсь, у вас много тех, кому понравился данный. Данная лошадка. Это не конь, у кого-то это кобыла. И я желаю вам удачи в будущем с этим конем, кто его покупает. И просто наслаждение с данной лошадкой. Даже вот перед вами сделала обложку, которая будет показывать, о чем это видео. На этом точно все. Спасибо, что посмотрели видео. А я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. А мы пойдем прокачивать этого красавца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова